Начинаем! Ребята, сегодня в кадре я не одна, со мной Диана Бьюти! Привет! И Диана, знаешь, что мы сегодня будем делать? Что? Ты знаешь, что мы сегодня будем делать? Я не знаю, это загадка, сюрприз! Не притворяйся! У меня есть целая куча богатства, наверное, не очень видно. Ребята, я тебя сейчас загородила. Ребята, у нас на обзоре сегодня будет куча косметики от Сергея Наумова. Ням-ням-ням-ням-ням! Я никогда не пробовала от Сергея Наумова ничего. Много слышала положительных отзывов, так что не терпится во все это ручонки запустить. У нас здесь есть консилер, база под тени, есть спонжик, есть кремовые тени, кремовый бронзер, кремовые румяна, подводка и тушь. Господи, какое богатство! Ну что, а, меня зовут Ксюша, у меня канал о красоте, давайте начинать. Я сразу заколюсь, а я себе не взяла тональный крем. Я возьму от Dior. Я протерлась тоником, и Диана тоже протирается тоником от High Skin. Мне нравится. Мне он тоже нравится. Так, и я наношу арбузную сыворотку от, что это, как это называется? Глоу-ресипи. Глоу-ресипи, да. Как подготовку потом, потому что мне очень нравится эта штука под Dior. И вообще под такими легенькими тонами. Господи, как у меня прекрасно пахнет. Да, арбузиком, да? Да. Летом. Восхитительно, просто невероятно. Я себя это... Как, знаешь, как черепашка. Видела эти видосы? Как это мило! Да, такие, так-так-так-так-так-так. У меня есть спонж. Спонж у нас только один, поэтому, наверное... Ну что ж, его попробую я. Я хочу нанести себе тональный на лицо. Я уже увлажнилась, уже... Тональный не хочет наноситься на твое лицо. Он вообще ничего больше не хочет в этой жизни. Может, он уже... Смотри, как он не рискует. Смотри, как он у тебя это... Он, знаешь, что делает? Когда блины пропадают, и вот так отклеиваешь, и между ними такая, как паучинка, вот этого жира. Да, жирная паучинка, да. Все, тон, ты его использовала, как могла, долго. У меня, по ощущениям, спонж довольно-таки жесткий. Я его до того, как намочила, примерно вот такого размера был, как вы видите сейчас на экране, и вот такой вот он стал после того, как он намок. Но он не стал мягким. Он такой довольно... Резиновенький? Резиновенький. А я не очень люблю все-таки резиновенький. Он меня бьет. Ну, есть всегда люди, которые любят вот такие более плотные резиновые для более плотного нанесения. И есть те, кто любят более пористые спонжи, чтобы нанести продукт полегче, потому что пористые больше продукта впитывают и, соответственно, тоньше распределяют. И я вот люблю больше пористые, ну, а-ля Beauty Blender. Beauty Blender для меня король всех спонжей. Он вот прекрасен. Это что-то из разряда, знаете, это Tarte Shape Tape. Все сравнивают консилеры с ним, а все спонжи я сравниваю всегда с Beauty Blender. Для меня жестковат, да. Вот я тоже больше люблю такое прям деликатное нанесение, очень тоненькое. Для меня он прям вот очень жесткий. Но я думаю, что таким спонжем будет прикольно растушевывать кремовые продукты по лицу, потому что он не впитает в себя румяна, он не впитает в себя бронзер, потому что у нас есть кремовый румяна, у нас есть кремовый бронзер. И для этих продуктов такой спонж будет актуален. Вот, посмотри. Не то, что... Достаточно жестко. Побило меня спонжем. Ребята, время переходить к консилеру. Я на самом деле, когда получила всю эту косметику и начала ее распаковывать из своего любопытства, меня очень удивил формат выпуска. Это выглядит как подводка или тушь. Это знаешь, как выглядит вместе с упаковкой, как тушь от Armani. Там красная упаковка и вот такая черная туба. Мы покажем. Это прям тушь от Armani в мини-версии. Ну и стоит столько же. Как тушь от Armani? Да. Не хухры, мухры. Соргина умов. Так, у меня это оттенок Х28. Тебе тоже будет бледно. Ты у меня приведение. Ну что поделаешь, я буду бледненькая. Это консилер с естественным полуматовым эффектом SPF 15. Способ применения. Встряхните, нанесите на чистую кожу вокруг глаз или на несовершенство требующей коррекции. Проверено на аллергию, одобрено дерматологами. 100% без отдушек и не тестировалось на животных. Это ли не прекрасно? А мне интересно, какой здесь объем, кстати, еще. 3,5 грамма. Я не то чтобы разбираюсь... А это не мини-версия? Это полноценный продукт? А я не знаю, давай посмотрим. Просто обычно в консилерах 8-10 миллилитров. Может быть, тогда сейчас посмотрим. Может, это миниатюра? Я просто не представляю. Ну, вообще, я люблю малышей, потому что их удобно брать с собой. Они не занимают много места. Ну, ладно, консилер и так не занимает много места. Нет, вопрос в цене. Сколько стоят эти 3,5 миллилитра? Короче, на сайте ничего не написано. Стоит 2 990 рублей. Будем тестировать. Кстати, важно сказать, что бренд прислал мне это все на обзор. Но это не отменяет того факта, что мнение наше будет предельно честным. Однозначно. Давай. Ну, реально, такой пуся малышок. Ну, я с руки. С руки. Я не срубляю, я чебурашка. Я с одной стороны спонжем, а с другой стороны я тоже кисточкой хочу нанести. Я знаю, что-то мне еще консилером перекрывать. И мне тот от Шарлотты все просто в усмерть перекрыл. Мне нравится, как он распределяется. Очень легкая текстура в распределении. Прям он приятненький. Ну, опять же, он для меня, конечно, бледный, но ощущается на коже приятно. У меня тоже нету нареканий. Мне тоже понравилось, как он нанесся. Но я думаю, что мы сегодня покажем, как наши макияжи выглядят в конце дня. Да? Да. Да, я решила нас немножко приблизить. Мне нравится, как выглядит у меня центральная часть лица, которую я высветляла. Мне очень интересно, не будет ли этот консилер проваливаться в морщинке. Потому что в последнее время у консилеров, даже у супербюджетных, пошла такая тенденция, что они у меня никуда не закатываются. И я на это надеюсь. Ну, типа, что теперь легко найти хороший консилер за небольшие деньги. Нет, ну, слушай, согласись, люкс покупают люди, которым нужен люкс. Я сама такая. Я покупаю люкс, ну, как бы, потому что я люблю люкс, потому что мне нравится ощущение, что я пользуюсь дорогой косметикой. Да, мне тоже. Клиентов своих крашу дорогой косметикой, и они видят, что они тратят свои деньги на макияж, там, немаленькие. Да. И за, простите, бьюти-бомб и стеллари, да? Да, мне тоже нравится использовать красивые упаковки. Когда я знаю, понимаю, за что... Не всегда понимаю, за что платить. Не всегда хочется пользоваться супербюджетом, даже если он очень качественный. Мне в обычной жизни хочется взять красивую упаковку. Да. Если это, ну, не для обзора, там... Потому что это для настроения. Да, да. И ты сразу все-таки чувствуешь себя... Я этого достойна, вот так вот. Ну, да, это, как знаешь, эти тоже условные палетки от Пэтмоград за кучу миллионов денег. Но вы же покупаете не потому, что там офигенное качество теней, периодически даже нет. Да, да. Ну, а за тем, что лежит этот гроб, и ты такая, господи, какая красота. Она достала, и это же целый ритуал. Мне нравится, кстати, консилер. Он, правда, хорошо ложится. Он пока никуда не забился. И мне нравится вот этот полуматовый эффект, вот как они его назвали. Он такой натуральный получается. У тебя очень красиво выглядит зона под глазами. И он красиво лежит на крыльях носа. Прям классный. Вообще красиво. Мне нравится. Я надеюсь, что он будет хорошо себя вести в течение дня. Пока что я очень сильно довольна. И я думаю, что я готова перейти к бронзированию. Давай. А я пока чуть-чуть доконсилерусь. Давай, давай. У меня есть двое румян. Два оттенка румян. Один оттенок. Это именно румяна. Сейчас меня открутить в коробке. Просто, когда Диана услышала про румяна, и такая... Да. Смотрите, какой красивый цвет. Сейчас. Я вот так вот. Какой красивый цвет. А вот это вот второй оттенок румян. Диана, я тебя чисто загораживаю. Ничего страшного. Кути-кути-кути-кути-кути. В общем, ребята, двое румян. Один оттенок румян, другой оттенок бронзера. Оттенок румян у меня называется Keep on Lovin'. Как он мне нравится. Очень красивый оттенок. Красивый. А бронзер, во-первых, посмотри, как он сияет. И это оттенок Hot Stuff. Я боюсь, что тебе он будет светлый, но мы попробуем. Не бойся. Не бойся. Хорошо. У них просто есть еще потемнее оттенок, но я не знала, что мы с Дианой будем вдвоем снимать, поэтому я выбрала вот это. Не подготовилась. Я не подготовилась, но даже мне, для меня, он, ну вот прям на грани еще чуть-чуть, и он будет мне светлый. Но я его уже использовала, и он мне страшно понравился. Так, давайте без спойлеров. Да. Дамочкам. А единственное, что, ну, я, видишь, уже протестила, как бы мне есть что сказать. Мне не очень удобен этот аппликатор. То есть здесь формат, знаете, консилера, что вы на аппликатор набираете, либо сразу себе на лицо наносите, либо на руку, и он в очень небольшом количестве набирается на этот аппликатор, и приходится прям несколько раз макать, чтобы достаточно себе набрать. Я думаю, что это история про визажистов, как бы, что ты работаешь через руку, не сразу на лицо, и чтобы тоже не использовать сильно много продукта, да, чтобы не так, что ты выдавливаешь, и все. Вот, просто я уже взяла на одну только скулу, и у меня, считай, половины нету. Но он выглядит обалденно, просто шикарно. Знаешь, мне написали на дзене в комментарии, не на скулу, а на скулу. Скул. От слова скул? От слова скул. Давай поверим Яндекс.Дзену. Кстати, ребята, на канале у Дианы тоже вышел ролик с моим участием. Обязательно переходите к ней по ссылке в описании, смотрите ролик, подписывайтесь. Спойлер, там будет красиво и вкусно. Ой, да? В общем, я два раза окунулась в этот бронзер, два раза себе на руку с обоих сторон, с обеих сторон выдавила, и у меня уже все. То есть мне нужен еще бронзер. Ты видишь эффект на себе? На твоем оттенке кожи? Очень легкий такой, ничурал. Это для девчонок очень-очень светлых, но с другой стороны, Сергей Наумов наш русский парень, и он прекрасно знает, что у нас далеко не все Ким Кардашьяны и Дианы Бегловы. Вот такие загорелые. Для славянских девочек это очень красивый цвет. Он даже мне нравится на себе. То есть если бы мне нужен какой-то был прям очень нюдовый дневной макияж, такой прям макияж без макияжа, я бы даже этот оттенок на себе использовала. Вот я его наслаиваю, и уже получше. Да, да, его прям когда наслоишь... Он так хорошо распределился. Да, я говорю, он волшебный. Он такой очень секси цвет, и я такой люблю. Ну смотри, даже на него это. Хотя у меня сейчас высветлено лицо за счет тональника. Да, да, да. Но все равно выглядит хорошечно. И мне кажется, что стоит его наносить кистью, а не спонжем, ибо спонж сожрет. Да, однозначно. Сожрет. Берете этот таклончик и вот так причпокиваете себе, как кошечка лапкой. Самое прекрасное, есть оттенок темнее. Набирай, конечно. И в упаковке он очень сияющий, а на лице он вообще таким не выглядит. Я не понимаю, это сияние, оно в самом пластике или это сияние... Мне кажется, что это в продукте такие светоотражающие частицы. Он брызнул мне на штаны. Мне очень нравится кистью. Мне тоже. Я вообще люблю кремовый бронзер, в принципе, кистью наносить. Но вот, ребят, хорошо, кстати, что она меня капнула. Будьте осторожны. Он очень жидкий, то есть это не такой какой-то плотненький. Да, 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 да. Это жидкий именно бронзер. Он очень жидкий, одно неловкое движение. Если вы сидите в том, в чем вам уже выходить, вы рискуете запачкать. Так что будьте бдительны. Ну, это со всей косметикой так. Я вечно как сижу красиво, я крашусь и всякнув в какашках. Я хочу румяна. А вот румяна я не знаю. Я с одной стороны попробую... Ой, какой красивый цвет, посмотри. И аппликатор еще красивого цвета. Господи, это роскошь просто невероятная. Да. О, как красиво. Это такой, прям такой конфетный. Это барби цвет. Это чисто вот... Зефирочка такая. Вайб барби. Я не знаю, сколько мне здесь надо. И румяна по ощущениям поплотнее, чем бронзер. У меня, знаешь... Ну вот, есть ощущение, что это идеальная косметика для визажиста. То есть вот в работу прям супер. Ну, для себя тоже хорошо. Но это очень крутые продукты для того, кто работает с клиентами. Не бюджетными. Да, это такая сильно клиентская, красивая история. То, что вот все любят, а можно мне дорого, богато, и чтобы не было сильно видно, и чтобы было все равно видно, и чтобы было красиво, и растушевалось, и без пятен, и вся. Идиана, посмотри. Как красиво. Ой, красивый. Очень, очень, очень. Офигеть. Блин. Я тут никак не добронзируюсь. Я, как всегда, блин, торможу. Давай. Румян тоже мне довольно много надо, да. Короче, мне этих продуктов, вот знаешь, мне их хочется выдавить. Вот прям из тюбика выдавить. Блин, как мне нравится. Он причем с эффектом сияния. Вот румяна прям сияют, сияют. Очень красиво. Очень секси смешно. Вообще. Это ты пока румянишься, я себе контурирую губу. Давай. Чтобы у меня была губа такая большая. Губа не дура. Тут и хайлайтер не нужен. У нас нету хайлайтера, но он не нужен. Потому что и так все сияет, как не в себя. Угу, угу. Знаешь что? Пока ты сейчас будешь наносить румяна, я кое-что сделаю. Ну, в смысле, я дальше продолжу краситься. У меня здесь еще есть кремовые тени и жидкая подводка коричневая. Мы же вдвоем будем использовать жидкую подводку. Поэтому я сейчас начну красить глаза, пока ты там румянишься. Так. Когда отстаешь. Да. Во-первых, у нас есть праймер под макияж глаз. Господи, я думала, у нас был праймер, и мы его не нанесли. Я такая, ооо, как обычно. Нет, у нас есть праймер бежевый, он с цветом. А как мы сделаем? На один глаз нанесем, а на другой не нанесем? Мне потому что хочется... Проверить? Проверить, да. Как будут держаться тени кремовые без праймера. Ой, он такой по ощущениям что-то мне напоминает. Подожди, а праймер под кремовые тени? Ну, наверное. Я не знаю. Ну, да. У нас есть праймер. Просто в моем восприятии макияжа кремовые тени. Ну, типа они должны и так быть стойкими. Что-то перекрыло. Все мои вот эти вот веночки и прочее. Но он силиконистый очень. И мне интересно, как на нем будет держаться. Такое ощущение, что может на нем что-то ездить. Смотрим. Так, я к румяным перейду. Моя прелесть. Обожаю румяна просто. Наверное, вот это вот тени. Мне не вытащить. Какой дневник мне не вытащит тени. Так, здесь у меня 27 оттенок. Это очень классический оттенок. Золотишко. Нежный такой. Красивый. Такой, типа шампанское, золото, что-то такое. Я сразу тоже на руку нанесу. И думаю, что буду синтетической кистью фигачить. Диана, делись впечатлениями от румян. Мне кажется, Ксюша, что тебе эти румян не очень идут. А идут тебе, да? И стоит пожертвовать любителям румян. Они офигенные. Ну как красиво. Я просто очень люблю еще кремовые румяна. Я на повседневку только кремовые ношу. Да? Потому что натуральные смотрятся? Да, не знаю. Я на повседневку люблю в принципе какой-то очень кремовый макияж. Он действительно смотрится натуральнее. Плюс мне нравится влажноватый сияющий эффект. И это быстрее, чем сухие. И натуральнее, да. Вот все-таки натурель. Я немножко на повседневку консилером где-то что-то точечно себе подмажу. С такими румянами хочется делать. Дрейпинг это называется, когда контурируешься румяными. Вот такую вот хочется технику. Так, мне больше нравится наносить тени не кистью, а пальцем на подвижное веко. И растушевывать уже кистью. Так, плотнее нанесения? Да, плотнее нанесения, если кистью наносить на подвижное веко, как будто бы немножко прозрачно. Они довольно, ой, у меня довольно быстро подфиксировались. Нифига себе. То есть они с ними фиксирующиеся? А вот потрогай. И праймер-то им и не нужен? Праймер им, возможно, не нужен. Это, наверное, праймер под какие-то сухие тени. А у них есть сухие тени, нет? Нет, нету. Я немножко повторю эти тени. Они реально быстро фиксируются. Но их золотой цвет, им это прощает. То есть очень цвет близкий все-таки к оттенку кожи. И его довольно легко растушевать. Можно я просто все румяными накрашу? Какие они красивые. Давай крась. А знаешь, что я хочу сделать? Я хочу теперь взять бронзер. И бронзером растушевать тени. Мне кажется, это тоже вполне себе можно сделать. На синтетическую ту же самую кисть. И чуть вот здесь вот отконтурировать глаз. Ну да, я себе бронзер нанесла на нижнее веко. Вот молодец. И так вот нанесла. И видишь, у меня здесь уже и румяшки. В общем, у меня уже глаза. Я все уже намазала. Ты можешь уже, да, не красить дальше. На губки чуть-чуть его же. Мне нравится. Мне нравится бронзер на глазах. Я и до этого его нанесла на веки. Но сейчас я маленькой кисточкой на нижнее веко. И прям все красиво. Это праймер. Я перехожу к жидкой подводке. У меня тут еще два продукта, которые я не использовала. Это жидкая... А, нет, три. Жидкая подводка и душ. Тут на упаковках написано SN. Думаю, что такое SN? Извините. Сорян. Сорян. Соби на ум. Видимо, это значит. Так, у меня подводка коричневая. И здесь кисточка такая длинненькая классическая кисть. И мне очень интересно, получится ли ей нарисовать хорошенькие тоненькие стрелочки. Сейчас будем пробовать. Как тебе праймер по ощущениям? По ощущениям он интересный. И он выглаживает. Да. Вверх такое становится чуть-чуть скользкое. Вот я и говорю, поэтому есть ощущение, как будто по нему все будет скользить. Сейчас нарисую какие-нибудь кривые стрелы. Так, наносим кремовые тени, друзья. И они, с ними, конечно, лучше не зевать. Нужно быть терапышкой. Они очень быстро фиксируются. Они прям слишком быстро фиксируются. Не дают себя растушевать. Ну вот я говорю, их спасает оттенок. Если будет темный цвет, есть риск поставить пятно. С темным цветом, да. Да, ну вот я и говорю, их спасает цвет. Ребятушки, по поводу теней. Вот, просто на руке я уже не могу нормально ничего набирать. Оно очень быстро зафиксировалось. И вот я могу собрать комочек, который сверху лежал. А набрать продукт сам нормально я не могу, потому что они дико быстро засыхают. Лучше сразу на веко наносить. И по чуть-чуть набирать. Да, нанесли быстро-быстро пальцем, вон как Ксюша, да, сказала, растушевали. Пальцем-пальцем, да. Либо, ну, кистью, но очень быстро. Нужно быть суперумелым, ловким. Трюкачем. Вот так вот рисуешь стрелку на камеру. Она получается... Она не рисуется. Нет, она рисуется. Одна красивая, а другая собаки с утлой. Короче, подводка. Мне нравится, что она пигментированная. Мне не очень нравится вот эта вот длинная кисточка. И ей, ну, не прямо удобно рисовать. Сейчас я дорисую. Знаешь, что мне нравится? Твои ногти, они как глазированный пончик. Я вчера их делала. Красиво. Да, спасибо. Мне интересно все-таки про консилер. Какой у него должен быть объем. Ты можешь забыть пока. Слушай, кстати, а они продаются только на официальном сайте или еще где-то? По-моему, только на официальном сайте. Раньше они в золотом яблоке продавались. Сейчас у них там нет никаких товаров. У меня ощущение, что я видела как-то несколько лет назад их помады в Литуале. А, да? Сейчас посмотрим. Так, да, в Литуале есть, ты знаешь, правда. У них тут румяно-жидки, подводка для глаз. И все, всего остального нет в наличии. Может, здесь написано граммовка консилера? Три с половиной грамма. Три тысячи рублей, Диана. Это полноразмерка. Офигеть. Ну, это... Ай-яй-яй. Это дорого, богато. Слишком дорого, слишком богато. Не трясите, пожалуйста, диван, я рисую вторую стрелку. Да-да-да. А, да, я тоже рисую вторую стрелку, и у меня все вибрировало от того, что ты рассказывала. Надо было сказать, заткнись, я рисую стрелку. Я не могла, я рисовала стрелку. Мне нравится цвет этой подводки очень сильно. Он очень красивый, насыщенно-коричневый. А, такой шоколадный. Мне, знаешь, знаете, что не очень удобно? Из-за вот этой вот кисточки, она, во-первых, действительно длинная. Ну, как бы, в этом есть плюс то, что вот ресничный край хорошо можно прокрасить. Но вы, когда ее кладете, пачкаете ресницы. То есть, она оказывается еще и на ресницах. У тебя тоже испачкается. Да, да, есть. Вот, пачкаются ресницы. Но у меня от всех подводок пачкаются ресницы. У меня нет. Но я люблю обычно гелевые подводки в шайбочках набирать и кисточкой прокрашивать. Я люблю такой формат. Я маркер люблю. А вот такие подводки. Но какой бандический цвет, шоколадный такой, насыщенный у этой подводки. Это просто вот обалдеть. Мы накрасились. Блин, они такие красивые, мне кажется. Очень такие коммерческие, да? Да. Ну, правильно. Красивая такая бьюти-картинка получается. Это влажная кожа, все такое подсвеченное. И румяна до сих пор вот влажненькие. Не влажные, нет. Они по ощущениям сухие, они просто сияющие. Да, 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 они сияющие. Нет, румяна это вообще отдельный вид искусства. Это безумно красивые румяна. Но у нас еще есть два продукта. Рано заканчивать этот обзор. У нас есть тушь и блеск для губ. Ты чего начнешь? С туши можно? Давай. Спасибо. А я тогда блеск для губ возьму. И мы с тобой обменяемся. И тушь тоже дизайн такой, какой Армании. А у них у нее не черная, не красная упаковочка. Нет, упаковочка была... Нет, это от блеска. Ну, в общем, нет. В общем, все была серебряная. Тушь тоже коричневая. Кайф. Ну, все. Тушь коричневая, а оттенок у блеска Made in Dance. И, кстати, у Сергея Наумова есть блеск голубого цвета. Я думаю, что цвет не голубой. Я думаю, что он просто прозрачный. Прозрачный, просто что он, ну, голубого цвета. Ну, у меня тоже от Pet есть бальзамчик голубой такой. Мне нравится коричневая тушь. Потому что, знаете, она такая очень темно-коричневая. То есть, она не черная, но она очень темно-коричневая. Слушай, красиво. И нет вот этого ощущения, что какие-то незаметные коричневые реснички сделала яркие. Просто по сравнению с тем глазом здесь гораздо более яркие ресницы. Да, конечно, очень яркие стали. Мне цвет нравится, красивый. Но я чувствую, что вот эта вот подводка, которая осталась у меня на ресничках, она мешает мне сейчас красить. Она там подзалипает. Я ее сняла пальцами просто. Я ее пальцами тоже снимала, но, видимо, какие-то остатки все-таки остались. Блеск мне тоже нравится, но опять этот аппликатор набирает мало продукта. Именно вот сама вот эта вот пушистая попка, на ней не очень много выходит. И вам приходится несколько раз макать, если вы прям хотите влажный эффект. Но блеск красивый. И мне упаковки все-таки нравятся. Ну, все. Так, дай, Кленте, блеск-то посмотрю хоть. Все такое... Ну, блеск, да, да. Все такое вот какой-то стильненькое. Мне что-то напоминают эти упаковки? Мне нравится у теней вот этот вот матовый пластик. Мне нравится этот глянцевый пластик. Эти белые крышечки. Ну, красиво. Ну, минимализм и такая прям стильнячесть. Это правда очень красиво. Очень дорого выглядят. Вот когда хорошо, тогда хорошо. А когда плохо, тогда плохо. Я только такие щеточки не очень люблю. Какие? Она силиконовая. И на ней, видишь, такая... На ней немного продукта остается, получается. И я люблю эти пушистые щеточки, где побольше продукта. Я наоборот силиконовую люблю. Ну, типа у меня любимая вот эта тушь от Патмаград Декстер Маскара. Вот она прям такая набирает, прям получила. А я наоборот не люблю. А такие, ну, я не против таких щеточек. Просто мне с ними приходится подольше повозиться, побольше понаслаивать, чтобы получился вот этот мой любимый эффект, когда дофигища густых таких чуть подсклеенных ресниц. О, ничего себе. Нет, я наоборот люблю, чтобы они были разделенные, удлиненные, яркие. Сейчас посмотрим. Открываете рот, когда краще нижние ресницы? Естественно. Как не открывать? В смысле? Слушай, эта тушь мне нравится. Я просто до теста, мне было очень интересно попробовать тушь за 3000 рублей. Что она такое делает? Тебе же вообще, ты говорила, что тебе сложно тушь подобрать. Сейчас мне не сложно, потому что я тоже отрастила ресницы. И сейчас они у меня красивые и длинные. Правда, у меня эффект ламинирования, ну, все ресницы обновились, и мне, короче, надо на ламинирование, так у меня все лучше видно. И многие туши, я вижу от них эффект, если они хорошие, если они дают хороший эффект. И эта тушь дает. Она прям яркая, несмотря на то, что она коричневая. Мне кажется, именно такой коричневый цвет я всегда ищу в коричневых тушах. Вот, знаете, бывает, что там говорят, типа, зачем покупать дорогие туши? Но я вот люблю дорогие туши. Ну, блин, они... У них и щеточки хорошие, и формула обычно классная. И вот цвет, даже если она цветная, и не черная, он какой-то всегда сложный, интересный. И здесь обалденный такой, тоже горький шоколад, оттенок. Вот подводка высохла в такой же цвет. Да, да, они одинаковые. Его не назвать черным, а он именно такой вот темно-темно-коричневый, как цвет, не знаю, остывшего кофе, горького шоколада. Вот такой вот оттенок. А горячий кофе не такого цвета? Мне кажется, что нет. У меня такое ощущение, что нет. Но ты кофе не пьешь. Ну, да. Но мне кажется, что именно вот когда кофе остывает, что он чуть-чуть как будто темнеет. Давай мы отдалимся. Дайте я так немножко оголюсь, как будто это все красиво. Ну, так небрежно, да. Ну что, Диана? Мне нравится. Мне тоже нравится. Красиво. На самом деле, мне кажется, на протяжении теста макияжа мы довольно много с тобой чего сказали, и нет смысла подводить какой-то долгий итог. Но мы сейчас покажем, как мы выглядим в конце дня. Давайте посмотрим. Уже сильно заполнить. Смотрим, что осталось от макияжа. В целом все вообще отлично. Я вижу румяна. Я вижу даже скульптор. Он, конечно, ну совсем светленький. Но румяна на месте. Все отлично. Посмотрите. Подводка. Она чуть-чуть у меня потрескалась через какое-то время, когда она, видимо, полностью просохла. Но больше с ней ничего не случилось. Дальше она отрезкаться не стала. Тушь выглядит отлично. Ресницы выглядят замечательно. Я пару раз вот так вот протирала то, что у меня здесь отпечатывалось. Но здесь была неприпудренная зона. Я ничего не припудривала. Поэтому нормально то, что тушь отпечатывалась пару раз. Все. Я два раза так все вытерла. И больше ничего не отпечатывалось. В целом вот в таком вот виде. Практически в первозданном. Я привела весь вечер. Мне нравится. Я довольна результатами тестирования. Мне понравилась косметика. По качеству это хорошо. Это достойный нос. Когда тени на месте, они у меня с базой. И они с базой офигенно держатся. Так что, видимо, очень хорошая база. У меня обычно все куда-нибудь закатывается. Тут все идеально. А вот у меня на том глазу, на который я не нанесла базу, тени во внутреннем уголке скатались. На том глазу, где есть база, все держится шикарно. И в целом макияж выглядит так же красиво. Причем у меня тушь не отпечатывалась. Что удивительно. Подводка тоже изначально у меня немножко потрескалась, когда просохла. Но с тех пор больше ничего не изменилось. Румяна вижу, бронзер вижу. Все красиво. Ну, друзья, вас я благодарю за просмотр. Подписывайтесь обязательно на канал Дианы. На мой канал. Надеюсь, что вам было весело. Да, надеемся, что мы вас повеселили. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока. 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 Продолжение следует...